господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 959 события дня сераха 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь за 1 июля 2018 года марина старцева народ смотрит ролики но так и не способен понять великой мудрости великого старца такое примитивное мышление у большинства народа степляется за каждое слово за каждое дело которое не способно распознать по тупости своей и ограниченности ума привык народ тратит на себя больше чем он стоит иного возьми так и цена ему 3 копейки ассигнациями а запросы царские ван диггер на тихоныч умеет поднять ролик куча комментов это называется хайп главное понять тему по делу все кто пишет негативные комменты это христианская община чему удивляетесь христианство православие испокон веков пропитана скетизмом и самобищеванием это нормально это нужно отыгрывать по-любому но там подошел я море воля стирает не нужно стирать арбуз просто материи то ой как поднялись да это такое то одежду но ничего нету совершенно вот как малые дети еще своего то нету и все судит рассуждает вот сто раз бы надеть действительно руки мыли а толку то от этого когда в душе зловонная яма судят о том чего не знают русский когда тихоныч мир вам успокоился уже или нет прокурор максим нужно усиленная ежедневная молитва за него господь защитит вас и детский лагерь стана также музей лагеря слава христу молиться надо русских молиться пока не успокоился и тревожит председатель сельсовета чтобы счет он сделал разрушил и прочее еще ответа даже нет письма посланы президенту в думу председателю совета министров медведеву и президенту владимир владимировичу жирновскому владимиру вольфовичу биронову председателю справедливой россии зюганову депутату поклонской всей думе не считая там где еще пришлось здесь раздать еще нет раньше было как если человек закрещал слово и дело кажется так было все никто не имеет права к нему прикасаться его тащит к царю если еще не подтвердится то казнят это вот фильм ярмак там подробно показана эта сцена и павел гор требуй сюда кесаря все все сразу отлипли это кесаревое уже достояние его поприще все не надо никаких исследований еще человек сам отследует туда и павел вышел на свободу а это ничего не понимает это новое поколение как наш отец называл огол дыши они ничего нету и вот здесь этого места такого-то но занимает депутат выгони его даже ничего нету все кончилось четыреста тысяч пенсию получать не будет стоит того ну вот он нападает такой-то человек но еще из того что нападает господь допустил иди к парону а я ожесточу его сердце так и здесь конечно молиться на чтобы обратился стал христианином пробудилась совесть а без совести то человек кто такой а что такое совесть я объясняю так это тот участок души через который слышится голос больше он глухой человек слепой говорит и не значит и нах слеп не знает этого дома и так и надо кто-то там сказал я вчера объяснял почему они так делают почему нападают это разъяснение а как вы узнали ну как узнал я молюсь вот разговаривают двое там верхах вот вообразим картину такую нарисуем счетом нападает на лагерь да а зачем 45 лет без помощи государства столько детей это так другой отвечает так но вы сами посмотрите у него конфликты были он не говорит что конфликт это они создавали вот не такая разделочная доска вода должна быть про точно не сколоться ну то есть дурь главное это ориентир и главная мера это дети здоровые были здоровые не утонули как у вас пачками тонут сотнями горят ни один но были что там сотни под капельницами лежат отравили нет ни одного ну вот отсюда надо заходить здоровые все здоровые 45 лет не 45 дней лет самостоятельно и все время приставали то вы создавали это конфликтной ситуации то вы народ палками били ничего ему не давали вот и революция февральская не царь это делал то на дальше это результат то какой-то за царем на голгоф и вся россия потянулась а 100 миллионов жертв и молчок не этот преступник лежит там квасит его в мавзолее так и этот это мы говорят так у него были конфликты с властью были так это же не он не важно главное что была смута а средства массовой информации как реагирует и всегда за лапкина блюл вот там верхах и рассуждают так представьте себе лапкин что хочет лагерь закрыл он сам закрыла мы будем говорить что закрыла роспотребнадзор будем говорить что оштрафовали до кого же не оштрафовали ни копейки кто-то будет проверять это понимаете по-другому то править никак нельзя вот вышли на манежную площадь и он навальный где что век в очков владимир васильевич сидит вот так это это другое дело он ничего не требует понимаете тут тут загвоздка намного дальше идет средства массовой информации информации будоражит сознание народа вот они справедливо поступили там сладким это один лагерь на всю страну но это желание то у лапкина какое превратить в музей так он превратил ну это кто там знает то но если он сейчас зимой будет биться это вполне вероятно эта тема сбудоражит и они сделают его и рекламу ему дадут и найдутся последователи люди желающие эти три с половиной миллиона или три беспризорных обиходить понимаете тема то избрана без проигрыша дети дети в таком состоянии он говорит что мы за 45 лет сделали больше чем все олигархи вместе взятые для детей наши дети как 10 сирот но тут воровать еще есть где а там и воровать негде понимаете ну и что а детях забой вы не дальше не понимаете вам все подсказывать надо но теперь у него будет ни один не два приехали там откуда-то где-то это дадут рекламу по телевидению везде понятно нет тема то какая забу он будирует это начинает проясняться представьте лапкин говорит тысячи лагерей тысячи допустим не тысячи одна тысяча тысячи таких лагерей это тысячи смут а у него же как и прокуратура против него была и телевидение и он выиграл процессы все понимаете все и вынудили опубликовать и заплатить подрыв деловой репутации достоинства это так было вспомните девяносто восьмой год 15 комиссии уже все нет москва есть газета российская газета учредитель правительства российской федерации и там такая была статья назвали шапочной чистой силы к нему колоннами пошли отовсюду краевая администрация там собрала всех специалистов и при том послали и он за него как так за его так его бы уволили нет не уволишь его не уволишь этого кого прислали это уже они говорят бог это сделал прислали еврея но и что докладкин за евреев везде евреи его везде поддерживает он говорит что бога избранный народ платят им дань ну и пусть платят написано все цари принесут ему дань так он сам то платит вот тут и дело что платят девять десятин всю жизнь отдает его нет голыми руками ты не возьмешь сидел реабилитировали вернули все два дома ему дали вы понимаете здесь это крайне опасно для власти и власть это понимает когда вот эти пенсии там поднимают всем дороже ничего нет а все бесплатно делает и тысячи разных мест это в разных областях будет и представьте себе ну народ же они понимают почему же его душа тогда да какие же у нас суд там преступников выпускают 180 тысяч а этот ничего не занял один квадратный метр даже не взял на навозной кучи у него последователей много как пишет профессор бачков православие павел у него горит тысячи обращенных и все православие православие это та опора на которую опирается власть сегодня но да кажется понимаю а прокурора поставили такого который за свое место держит а ты любой из них держится в барнауле там прошло совещание с ними беседовали там пятый курс или кто там юридический факультет сказали взятка будет такая то вы возьмете там дело перевернуть и скользить 85 процентов сразу подняли руки да это 85 процентов людей которые беззаконие рук своих возлагают на весы которые нет вечерние волки которые не кости не оставляют до утра как у них библии написано и вот теперь к нему прислушаются и начнут теперь на подсобном из материала строить такие лагеря детей родители поддержат конечно поддержат у лапкина все время было 53 57 процентов совершенно бесплатно а остальные мизерную плату платили чтобы хоть малышка купить то и где он деньги достает никто не знает по сей день находятся люди и кто евреи платят ему мусульмане православные все присылают один раз он только обратился к депутату макарова и привезли четыре с половиной тонны продуктов вы понимаете и ничего нельзя сделать военные депутат он только обратился генерал-полковник пенков борис евгеньевич тут же прислал ему огромные палатки танковые почему никто не знает как так лапкин чё он военный ну да он в армию служил но не в этом же дело обратиться к командующему округом и он сразу прислал машину правда три палатки послал но одну не отдал ему тот капитан который привез горит нам очень нужна вы уж не говорите что мы взяли вы даже не знаете еще чем связались то и поэтому прихлопнуть его на месте так его разве не хлопали было прихлопнуло но вдруг стали стучаться несчастья кто писал самые лучшие статьи самольцев александр находят мертвым лавриненко бывший летчик там приехал потеряевки все снял и фильм поставили потеряевка там кажется изнутри изнанка ли такое что его с работы выгнали там поставила она нашли они дружинина димитрия геннадьевича говорили на лестничной площадке называлась это там ирина одна такая поставили хороший фильм что-то опять против них поднялись же есть запретили больше религиозной темы касаться и ничего нельзя сделать понимаете мы не можем всем рот заткнуть процессы открытые идут люди присутствуют записывают и притом бесплатно его защищают диктатура закона там емешев и другие за человек он пошел как-то у него я говорю как в третьем лице уже с телефона сняли что-то там какая-то женщина какая-то организация так еще это туманно в печати все не напишут и он приехал и сразу определил что деньги у него сняли какие деньги за телефон где платят немолодовку то платят он даже за телефон не платить этот за интернет не платит кто-то платит все время платит ему все время на телефон скидывают деньги он даже сам не знает но главное зай себе то не берет отдаю другим с телефона снимает и опять опустошенный телефон ему наполняет два раза в год он скидывает кому-то отдает до копейки и к деньгам даже не прикасается говорит что боих отпечатков там не было это что обыкновенное явление ну вы просто найдите посмотрите где это такое делается и поэтому его только прихлопнуть так под таким названием статья и было и прихлопнули да вот это и оно что нет решение за решение выносили и как прокуратура за него вас стало понятно приезжал дворкин тут говорят болтайской метрополии тогда архиепископия была и на нем задал вопрос силовые структуры с кгб и встал у них то майор и и говорит а мы лапкина уважаем у него за пазухой нету булыжника он открыт и они сели кто-то начал нагнетать обстановку приезжал все-таки дворкин то другое а да и не один раз это было и в университете и профессорский состав и академики все за него и поэтому со счетов так просто скидывать не будут у нас руководитель сам полковник кгб и он это знает из искра возгорится пламя и поэтому сейчас что лапкин делает вот это музей и чтобы поднять этих детей кто против ну я у нас самоубийца как против то это наши граждане он абсолютно беспроигрышную кампанию ведет но разве это плохо да неплохо кто сказал что плохо то ну понимаете никак нельзя прогнозировать что дальше будет у него так он ладил с властями так все это тихо как на тормозах сходилось нигде он ни на чем не оставил только говорю да отстаньте не лезьте я занимаюсь детьми в любом государстве я бы рядом с президентом был видите куда его гонят а те то которые будут подражать то там не так они же будут там что угодно и и криминальные структуры тут подтянутся ведь вот глеб грозовской то встрял в это дело с наркоманами то где-то и накрутили ему 12 лет или 14 а лапкин занимается этим ему привозят детей законченных наркоманов то они через месяц другие прилетает директор кэстонского института узнать как это может быть ксения дэнон ей дают сопроводительному он еще не знает лапкина и ксения она прилетает останки на дают сопровождающие они прилетают что каждому дают о нем снимают фильмы фильмы занимает первое место на международных киноконкурсах вы маленько то гляньте что будет хорошее дело хорошая но смута стране нашей не надо смуту и поэтому кое-что хорошее надо придержать до времени за что теперь разломают у него не знаем но видите как послана и везде письма и трогать никак нельзя пока президентами это может быть будут представители тогда только чуть что и тв-24 мигом прилетели но никого не принимает пока не разрешит они ему звонили тогда только на третий раз кажется он разрешил прилетели они тут ну там что-то где-то напутали но она фанаси в общем то они неплохо поставили вот так где это телевидение работает на него священники пытались бороться дескать на зарубежные деньги там закупил все телевидение прессу ничего этого нету это же выдумка наши свои свои незнакомые ему люди предлагают деньги выгод не знаем куда деть из-за чего и тут было то ему предлагали когда он в 90-м то году хотел на 700 человек сделать это это уже не игрушка это не 7 человек до меня доходят только отголоски я от себя сейчас говорю и вот такой вот разговор то и максим я скажу он сказал так как бы буркнул тихо но я не сам это надо мной тоже есть выше то есть ему дано указание я так понял прихлопнуть а хлопать то надо громко вот если они коснуться тут говорится свилами с граблями встретит как люди говорят ему это надо а то и порохом запахнет а это уже уголовшина а он ночью пришлет да еще не пришлет у него и власти никакой нету он так связался ему это и не надо я говорю прокуроры не надо мы молимся о нем нормальный человек полковник ну чё ж не дурака же поставили совсем от петого то нет конечно он знает свое место и он понимает что столкнись с этого места а куда он пойдет какие другие специальности у него нет священники также под страхом архиереи говорится давит и они молчат нашего отца аки мы хотели так он нет воды к если вы меня пугаете это показал у меня вот чемодане мастерок он каменщик высокого класса я буду храм устроить и все яркие отвалил от него было такое я эту кухню то изнутри маленько знаю и поэтому молиться надо усилина молитва ежедневно мы за него молимся я даже так понял что не поняла предполагаю будет время он будет другом месте где-то если мне еще бог жизни продлит и будут какие-то большие праздники пасха я обязательно его поздравлю и приглашил я его еще приглашаю к себе этого максима чтобы приехал побыл посмотрел и дурь гонят на навозной кучи никому не уже мы коноплю все это вырвали разровняли маленько и печи русские а сам делал и теперь музей для них страшнее лагеря в тысячи крат в тысячи крат опаснее там один ничего нет а это размножить откопировать откопировать и самое главное что был руководитель я все это показываю какой что приезжают психологи и все удивляются где вы этому учились а вот этому где учились я говорю я вот это я в японии взял мне нравится их стиль а вот это в новой зеландии вот это вот швеция господь мне это дает и помощники волонтеры сами просятся две женщины салматы я говорю без характеристики священника я вас не приму на кухню запустить это не игрушка и вот бог дает нынче опять были воля приехала тут вот от екатеринбург вот уже доехал голендухин со своими друзьями теперь христианка марина с украина беже никогда не думал не знал с испании там ерма помогает только потребовалось раз тысячу до евро сразу скинула нужно было там комбайны там кухонные все это холодильник она опять скинула все я делаю съемки как покупаем относим она знать не знает католички а может быть православная уже повторяя испания литовка это как правильно сказать литовской национальности это бог делает а тут максим прокурор учен максим то прокурор главное что председатель сельсовета то ни в чем не виновата ей грозит а чё она сделает она я у нее был прекрасная женщина людмила алексеевна за нее надо молиться она горит я этого не боюсь я заявление положу на стол уйду меня бабушка в церковь водила училась добро делать они разрушать она учительница она не боится он то есть никакой специальности то нет больше она учительности очень известная и так что молиться за максима надо не не смерти ему просить о просвещении чтобы стал христианином чтобы совесть у него была на первом месте и по слову божию я ему с удовольствием хотел подарить книги он отказался первый человек при власти который отказался президент путин медведев патриарх все имеют мои книги все я скажу примерно 130 архиереев имеют мои книги вот священники сотни не два не три повторяю сотни 600 городов и сел вся европа это далеко известно я максиме надо молиться чтобы он поступил по правде по совести и он-то пострадает нам какая то этого польза главное чтобы он стал христианином и на суде божьем ему бог не вменил этого безумия что они против меня творят и так музей будет даже все развалят а биография то осталось фильмы остались фильм предчувствие зарядите режиссера кузнецова владимира сергеевича первое место на международном киноконкурсе югославии фильм зато лысо с потеряем еще зла того с непонятно о чем речет потеряевка тоже понятно первое место в россии это государственный фильм это не видео а такие огромные катушки там все это снимали старые фильмы как было и еще второе крещение руси или глаз вопиющего это тоже малашин снимал юрий николаевич его называли мозг документальной студии там опи на сибирске поэтому вчерашний день что мы делали я поехал там откопировали пришли квитанции прислали мне куда я послал президенту в думу всем где и копии сняты может теперь за письмами когда они дойдут уведомления конечно для меня это все деньги ущерб ну господь даст и денег и главное в этот же день мне несколько сот или 500 что ли рублей на телефон кто-то скинул кто посиди не знаю один человек это делает или разное или билайн мне сам насчисляет договорно начислит он тебе и только вот я заплатил допустим ну 500 рублей за эти заказные письма 8 писем в думу там то другое и в этот же день не скинули деньги кто путин это делает медведев не знаю не знаю только что деньги отдам из телефона снимут кота многодетным отдаю они сами снимают не я опять дают мою биографию так просто тяп-ляп не сляпаешь она очень похожа биографию в другом варианте в другом формате сожениться анлександра исаевича мой любимец архипелаг гулаг я маленько понюхал пороху их 26 лет презрение уничижения претерпел мне лично господь позволил это психиатрию испытать вот так и мы старый хозяин был и никита был павла лапкина там все прямо подзыв уже падает и падают это листья трава и все и рабицы были за рабица вся упала столбов нету и ходит по ней никто не знает а мы вчера выдирали из-под земли целый день все поизодрались и фуражку и дребезги разнес даже визе цепляется сейчас идти срочных надежья сильно чтобы хоть заплаты положила фуражки то это уж на полвека не меньше другой фуражки я не помню даже сверху вся выгорело недавно сам ее постирал опять надел вот так виталия там пошел пристроил работает часу старости деревни игоря александровича барабаша вот так наши ресурсы надо посмотреть даже сегодня не открывал мой мир вот такой вот такие в шапке только так сюда заходите мой мир я сегодня не заходил вот ленточный это форум форум 1600 тем понемногу посещают люди вот так 12100 роликов наших двенадцать тысяч примерно так 100 там и лечить поменьше вот сегодня я выставил вот есть или нет посещения события дня семь человек отныне блаженно мертвые умирающие в господи с уже 38 за 46 минут он маленько тут есть ласточки на гнезды заинтересовали кого-то богослужение на покой севлю вымина его 52 а тут по одному а вот проповедь где вот поминки 74 как поминки были доброта любви в поминки 50 минут а винов дубунов говорит слова а вот я про златоуз письма его ноль добротолюбия читаю ноль ноль и ноль жития святых начитаю ноль проповедь говорю ноль раз два три четыре ролика нулевые ну вот вчера они позавчера были тут маленько уже как бы набирают похоже что григория диченко книги кончились кончились это было сто двадцать восьмое похоже последнее но тут вот проповедь была лицемерия двадцать семь за день григорий диченко девять жития святых тринадцать доброта любви 18 вот такое вот а вот экскурсия к пчеловоду 1476 одновременно выставил сегодня 16 ролика выставил 1476 сравнение сделайте и вот считаем жития святых тринадцать большая разница сотню раз добротолюбия но народ другим интересуется дальше у нас есть во свете библии православный библейский сайт вот очень очень богаты но на этом сегодня все